Продолжение следует... И владелец легендарной газеты «Московский комсомолец». Ко всему прочему, для меня он еще первый работодатель в медиаотрасли, поэтому я обременен багажом знаний и не могу быть объективным и беспристрастным. И, стало быть, первый вопрос задаст Алина. Павел Николаевич, у меня сразу же вопрос. На протяжении многих лет «Московский комсомолец» проводит ежегодную премию «Звуковая доворушка» и «Отс». И вот хочется узнать, как появилась идея создания такого концерта. Идея не только концерта. Дело в том, что «Московский комсомолец» так сложилась, как «Московская» единственная молодежная газета. В то время это были где-то в 80-е годы. Она была, по сути дела, единственным органом средств массовой информации, которые вообще что-либо писали о популярной музыке, о рок-музыке. В Советском Союзе это не приветствовалось. Более того, когда весь мир уже слушал рок-музыку, и мы имели, к сожалению, возможность все это слушать на каких-то страшных магнитофонных скрипящих лентах. Магнитофоны «Комета», «Яуза» тогда были. Сейчас для всех это необычно, вообще даже о чем я говорю, никто не понимает. А пластинки делались на пленках рентгеновских. Сначала делали рентген, и вот на этом скелете потом вырезали, и умельцы через какую-то там аппаратуру делали диски вот такие на этой пленке. И там тоже хрипящие и скрипящие, но были и битлы, и роллинги, и элэспрессы, и так далее, и тому подобное. Кто чего мог достать, и все это было. А правда, что вам делали выговор за слово «рук»? Да, конечно. Это все было, и тогда это все нельзя было писать. Но надо отдать должное, что я не первенец. До меня Лев Бущин, главный редактор, и до него они пытались эту тему развивать, потом им запретили. И когда я пришел уже к главному редактору в 83-м году, я сказал, что мы все равно начнем и будем делать. Мы начали делать вот эту вот звуковую дорожку. А затем звуковая дорожка, по сути дела, была законодателем молодежной рок-музыки, молодежной музыки, потому что те хит-парады, которые мы делали, они были, ну, как бы вот по ним и определялось, что и как слушают, читают. То есть это зрители голосовали? Да, это было зрительское голосование, плюс мы потом начали делать еще и голосование специалистов, то есть были колонки, многое практиковали. Но тогда и родилась идея, если мы делаем хит-парады, давайте делать и звуковую дорожку, выносить на сцену, и вот чтобы все те, кто попадает в хит-парад из российской, советской тогда музыкальной среды, чтобы они выступали на сцене. И это пошло, и это получилось очень-очень интересно. Это были огромные залы, потом мы перешли в Лужники, это была арена стадиона в Лужниках огромная, и полная, битком забитая, под 100 тысяч человек. Это были и дворец спорта в Лужниках, и были открытые площадки, где собирались сотни тысяч людей. В Лужниках, вот представьте себе, огромные площадки, площади там. И все это было, вот огромные сцены, музыка, самые популярные на тот период музыканты приходили, и огромная-огромная-огромная толпа молодежи и взрослых слушала это. Ну и это, конечно, на тот период времени, это было единственное, что кто-то мог себе позволить делать. Как нам удавалось, я не знаю. Вот извините, я перебью, мне хотелось все-таки, вот Алина упомянула, выговоры. Выговоры кто делал, в какой форме, как это было? Ну это был и горком комсомола. Дело в том, что, вернее, начинал обычно это не горком комсомола, это начинал или Центральный комитет партии, или горком партии, где категорически считалась вся эта музыка... Ну, рок-наркотик, да. Да, рок-наркотик, и что это уводит молодежь от светлых дали. А не уводила? Думаю, что нет. И тогда принимались решения категорически запретить. Кстати говоря, тогда же было принято решение, это уже в середине, в конце 80-х, что ли, да, уже перед революционным периодом, был выпущен, а звуковая дорожка была запрещена на несколько месяцев, но потом все равно мы ее возобновили, был выпущен список запрещенных песен и рок-групп, которые нельзя было упоминать ни на радио, ни на газетах, ни на телевидении. То есть в рейтинге должна была быть Пахмутова, а машина времени где-нибудь подальше. Да, машина времени была запрещена. А этот список вам в каком виде спустили? Устный или просто листочек бумажки? Да, это книжечка такая маленькая. Вы сказали, что был возобновлен выпуск, вы говорите, мы возобновили. Давайте все-таки скажем, что главный редактор в Московском комсомолеце по моей памяти всегда был диктатором и человеком, который однозначно принимал решения. Вот я вчера как раз на занятии в группе, где Алина учится, рассказывал про эпизод, как мы с вами ездили в горком комсомола, где вам сказали, значит, исключить меня из комсомольца, хотя я был комсомольцем, и уволить. И вы этих эпизодов не помните, потому что их, наверное, было массу. Когда мы ехали на служебной Волге обратно на 5-го года, я говорю, дрожащим голосом, Павел Николаевич, можно я сам напишу заявление по собственному желанию? А он мне сказал, да что там, работай, просто под псевдонимом будешь писать. Ясно, что вы рисковали в тот момент, потому что если бы кто-то стукнул в горком, что вы не выполнили распоряжение, вас бы могли снять, потому что должность была, вы не были владельцем газеты, вы были назначены. И я как раз вот со студентами пытался понять, вот когда вы возобновляли выпуск звукодорожки вопреки установкам партийным, у вас вот была чуйка, вы понимали, что эта система рано или поздно рухнет? Почему вы это делали? Это же риск был. Зачем вы рисковали, принимая вот эти решения, то есть ослушивались, условно говоря, учредителей? Дело в том, что надо, прежде всего, говорить и думать о том, что я рисковал все 33 года, будучи главным редактором, даже сейчас. Ну, в разной степени риск. Да. И разные риски. У меня вот этот риск и являлся основной и главной причиной того, что я главный редактор. А, то есть вы адреналинщик. Это я адреналин. Это понятие, что главный редактор, или он продвигает свою идею, или иначе он не главный. А иначе кто-то главный над ним становится. Потому что я всегда отставил основную и самую важную для меня идею журналистики и для себя лично, что журналистика – это творческий процесс. Это творчество, а творчество в основе творческой деятельности художника, журналиста, писателя, кинематографиста и так далее. Что является? Это свобода мысли. Это свобода творчества. Это свобода полета. Это никакие не запреты, если они бездравственные и если не отвечают общепризнанным. Это свобода. Свобода творческой деятельности. Я считал, что и считаю, что журналистика – это такая же творческая деятельность и профессия, как и все остальные. Я вообще сейчас очень даю пример, что главный редактор – это главный режиссер, а журналисты – это актеры. Каждый день мы разыгрываем свой спектакль, новый спектакль, новая постановка, новые действующие лица. Да, мы привлекаем массовку в виде различных героев. Мы привлекаем различные факты. Это тоже очень интересные эпизоды из жизни, которые мы перерабатываем на сцене и делаем свой спектакль. Каждый день. Это очень трудно, очень сложно. Но если это творческий процесс, то это очень интересно. И это интересно обычно зрителю, то бишь читателю. В этом и заключается основа творческой деятельности журналистики и главного редактора. И поэтому, когда тебя запрещают говорить о музыке, меня это не просто бесит. Я понимаю, что если я сдамся вот в этом, то я тогда сдамся во всем остальном. Я тогда теряю свою профессию, я теряю свою кредо, свое я, свое положение в медийном пространстве. И я этого не мог до себя допустить. Для меня это было невозможно. Я считал и считаю, что это огромный риск быть главным редактором. Но если ты под кого-нибудь ложишься полностью, да, ты можешь в какой-то момент отступить на полшага. Для чего? Для того, чтобы выработать новую, совершенно новую концепцию, позицию по этому вопросу, чтобы ее продвинуть еще лучше, еще выше. То есть когда как раз закрыли дорожку, и потом вам удалось отвоевать, что-то новое сделать. Вот эти несколько месяцев я боролся над тем, как выйти из этой ситуации. Мы вышли, потому что мы начали проводить новые концерты, стали писать о концертах. Это какой год был? Я думаю, что это был 86-й. То есть это уже Горбачев. Да, я думаю, что это при Горбачеве появилось. Но каком партии отличался-то жесткими позициями, все это очень было неприятно. Особенно, когда пришел Зайков. Это уже последние годы. Это было очень все жутко. Это была костная система, сверхкостная. И надо сказать, что только благодаря тому, что в Горкоме комсомола работали достаточно хорошие, порядочные, честные люди, типа Стаса Смирнова, первого секретаря Горкома комсомола, ныне уже покойного, который отстаивал и меня, и газету, и отстаивал нас. А почему он отстаивал, как вы считаете? Ну, потому что, во-первых, я с ним был достаточно близок. Мы с ним достаточно много говорили. И за рюмкой говорили. И я ему доказывал и показывал, что если мы сейчас замрем в молодежном движении на месте, мы потеряем молодежь. В то время уже было достаточно много свободолюбивых мыслей. В общем-то и зарубежное радио работало, и уже пошло большое количество и дисков, и пластинок. И, в общем-то, началась, другая эпоха началась. И, конечно же, и видео там первые появлялись уже где-то, по-моему. А может, не появлялись, я не помню. Появлялись. Появлялись, наверное. Ну, вот все это вместе, все это вместе. Я ему доказывал, что нельзя стоять на месте, что мы не можем сегодня просто взирать хвост партийному правону. А вам самому-то эта музыка нравилась, которая попадала на первые строчки хит-парад? Конечно. Конечно. Ну, не вся, конечно. Но я никогда не влиял. А что нравилось? «Машина времени» нравилась. Я ее всегда очень любил, «Машина времени». Очень нравились мне «Наутилус». Кстати, «Наутилус» первый свой концерт дал в Москве только благодаря Московскому Самолюцу. Ну да, это было в парке Горького на празднике газеты «Московскому Самолюцу». Ко мне тогда подошел Дима Шавырин, еще кто-то. Ведущие звуковые дорожки. Да, я тут из Свердловска, по-моему. Да-да-да, они из Свердловска. Какая-то группа «Наутилус» очень хочет у нас, предлагает, чтобы она выступила. Но говорят, ее как-то не очень везде пускают, эту группу. Как говорят, пускай они у нас выступят. И вот так было первое выступление. Ты даже не ознакомились? Я? А зачем ознакомился? Ну, раньше ведь существовал институт литовки текстов на тексте. Да, мне как-то это мало интересовало, если честно. Пусть литует... Ну, откуда такая бордость-то, вы говорите, мало интересовало. Это было найти ее какое-то? Вы понимали, что система уже... Я понимал только одно, что если появилась интересная группа, если о ней заговорили, и она приехали, и мне ребята сказали, что это очень любопытно, то ее нужно приглашать. И таким образом мы открыли наутилус. А, например, Цой, который я тоже очень любил, Виктор Цой, ведь мы с Юрой Азиншпис тогда сделали концерт на празднике Лужников. Сейчас его везде транслируют. Это самый крупный концерт Цойевский. Я не знаю, что вы имели отношение к этому. Это МК организовывал, это чисто был МКовский. Это все полностью делал МК. Все. От и до. Юрий Шмельевич, я даже вашим замом какое-то время поработал. Как это вообще? Вот эти шпицы и газеты, это все-таки такие стихии разные. Мы искали, как раз мы только вышли, это уже было после 90-х годов, начало первые месяцы, и тогда свободу предпринимательства, и мы искали пути, как заняться бизнесом. А Юра, на мой взгляд, тогда был один из столпов того, как нужно делать деньги из ничего. И поэтому я ему предложил, давай посотрудничаем. А вы новую позицию под него создали, или кого-то из замов подвинули? Нет, 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 для него новая позиция была. Он был зам генерального директора, по-моему, мой зам по экономическим, по вопросам бизнеса. Но недолго, да? Ну, это недолго было. Он сам отказался, потому что все-таки он больше занимался продвижением музыкальных продюсерам, чем, конечно же, газетчикам. Скажите, а правда ли, что в советское время 80% читателей покупали газеты «Московский комсомолец» только из-за рубрики «Звуковая дорожка»? Ну, думаю, не 80%, но очень большой процент, конечно, был. Те, кто вообще расхватывал, это было каждый месяц. Нет, каждую неделю мы «Звуковую дорожку» делали, подводили и хит-парады недельные, и месячные. Конечно, в этот день тираж газеты мог бы быть очень большим. Но я хочу сразу упредить, что «Московский комсомолец» был лимитирован по тиражу «Огорком партии» и не разрешал нашей газете выходить за рамки 60 тысяч экземпляров. 60 тысяч? Да. Но он же под миллион был. Я очень извиняюсь, под миллион стал даже больше. Он стал 1 950 тысяч, почти 2 миллиона был тираж, а потом он стал 2 миллиона. Это уже в 90-х годах, в 96-й, 90-й годах. То есть, уже в условиях рынка? Конечно. То есть, была квота на тираж? Ну, там никто не разрешал, ни бумаги не было, ничего не было. Вот было там 59 тысяч или 57 тысяч в «Московском комсомолец». То есть, тираж не был постулирован спросом, а просто это было решение? Нет, только сколько денег же давал «Огорком партии» на газету. Сколько давали денег, и всё было регламентировано. Сколько номеров, где и как продаётся, сколько подписки. И поэтому на подписку газеты «Московскому комсомолецу» на неё подписаться трудно было, потому что на почте она была лимитирована подпиской. А сейчас электронные издания, скажем так, на большей высоте, чем печатные, или всё-таки это равномерное распределение? Значит, это достаточно сложная и очень интересная тема, где очень много ошибочных точек зрения, и очень много людей просто до конца не хочет понимать, и даже не хочет разбираться, что же происходит сегодня в виртуальном пространстве, и что происходит в том ещё старом пространстве. Значит, на сегодняшний день в России порядка 67 миллионов тех, кто сидит в интернете. Около 70 миллионов. Значит, это половина населения. При этом постоянно сидящих вот так вот с утра до вечера это порядка 53-55 миллионов людей всего лишь. Значит, 60% потока интернета. Прежде всего нужно понять, что интернет – это не средство массовой коммуникации. Это не средство массовой коммуникации. Это не информационное средство массовой информации. Это средство массовой коммуникации. Потому что интернет был создан как коммуникативная связь. То же самое можно говорить, что вот в телефоне вы сейчас можете набрать, и там будет «Московский комсомолец», будет какая-то другая газета. Телефон же не является средством массовой информации. Он является средством массовой коммуникации. Но туда заложена определенная электронная возможность входить в информационный поток. Так вот, на сегодняшний день всего лишь 17% в среднем по стране использует интернет как средство массовой информации. Понимаете? Интернет как средство массовой коммуникации используют граждане как средство массовой информации всего 17%. Если вы возьмете от 55 миллионов 17%, то вы получите, к сожалению, цифру меньше, ну, пускай будет около 10 миллионов. Всего лишь 10 миллионов пользователей интернета используют это средство массовой коммуникации как информационные для себя возможности. То есть газеты все-таки покупают, читают. Значит, и около 100 миллионов людей, порядка 100 миллионов, используют традиционные средства массовой информации. Это газета, радио, журналы. Вот и все. Поэтому, когда мне говорят, что интернет сожрал все и съел, да, да, если брать Тверскую улицу, если брать Мневники, если брать Москву, да, здесь, конечно, процент выше. Но если отъехать чуть в сторонку и в глубинку, то вы совсем столкнетесь с другими цифрами. И для них газета, радио и телевидение является достаточно стабильным и массовым источником. Ну, мы все-таки говорим о людях возрастных условиях, а не про молодежь. Значит, и молодежь тоже там. И молодежь читает бумажные издания. Извините, есть 55 миллионов человек всего пользуются интернетом. Остальных куда 70 миллионов? Ну, что они вообще ничего не читают? Нет. 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 Они как раз находятся в системе традиционных средств массовой информации. Другое дело, что, конечно, во многих местах молодежь начинает, получая возможности, тоже тянется. Она уходит в интернет пространство. Но вы только не забывайте, что каждые 100 человек, молодых людей, которые ушли от традиционных средств массовой информации, они уходят в интернет. Что они? Всего лишь 17 человек из них остается в информационном поле. То есть 17 человек, на которых вы, как журналисты, и я, как журналист, работаем на нормальном информационном потоке. Что сегодня в социальной сети, где сидят 90% всех пользователей? Это же помойка. Вы там можете материться, вы можете там писать все, что угодно. Вы можете еврея обозвать другим словом, татарина третьим словом и так далее. А вас обзовут еще каким-то словом. То есть там мат-перемат, оскорбление по национальному признаку, вранье полностью. Сколько раз я встречал, открывая соцсеть, сегодня самолет Путина рухнул на землю, условно говоря. Даже такое пишет. Да, конечно, и неоднократно это было. И так далее и тому подобное. Все, что угодно. Это вранье из вранья туда идет. Это помойка, понимаете? Когда мне говорят, блогер – это журналист. Вот вам, а не журналист. Блогер – это, я очень извиняюсь, чайник. Мы таких людей называли всегда чайниками. Это те, кто мешками писал нам письма в газету, когда не было интернета. Вот мешками стояли письма. И там в этих письмах всегда были там фамилии, наверное, 100, которые писали каждый день нам письма. И писали это тот, пятый. Был же отдел писем, я помню. А вообще читали эти письма? Да, целый отдел был. И публиковали даже. Нет, дело в том, что… Мне казалось, что это все журналистская идея. Не-не-не, писали письма. И вот блогеры – это те же чайники. Те же, кто писал. Только им легче все это писать. Среди них есть очень талантливые люди. Но это не журналисты. Это не журналисты. А что такое журналист? Давайте тогда вот интересно примем, чем блогер, пишущий ежедневно на актуальные темы, отличается от журналиста, пишущего на актуальные темы в вашей системе координат. Дело в том, что, первое, журналист – это человек, который дал для себя внутренне, а иногда и внешне, он дал за рог не врать, а оценивать то, что происходит в объективном мире через свое субъективное отражение и выражение, и несет за это полную ответственность. Он несет за это ответственность как за слово, за факт и за то, что он излагает и выдает на массовую аудиторию. Вот это журналист. Он понимает цену слова, он понимает, что его слово должно, а, к сожалению, это уже снижена планка, должно выражать совершенно объективную реальность со вашим журналистским субъективным оценочным взглядом на происходящее. Это абсолютно разные вещи. И поэтому, когда пишет блогер, он может написать все, что угодно и дать любую оценку зачастую в геометрально противоположной ситуации. Журналист, он не имеет права просто выдумывать из себя, что этот человек будет фашистом, условно говоря. То, что сейчас иногда происходит, и эта журналистика становится с пропагандистской. То есть политика вторглась в журналистику, политика сегодня уничтожает журналистику. Когда реально мы очень многие политические события, прежде всего, преображаем с политической точки зрения, политическую бездонную трясину запускаем. Мы не оценочные позиции даем, а мы даем позиции политических тех или иных партий, движений, людей, которые оценивают ту или иную ситуацию. Это очень страшно, это очень страшное явление, которое сегодня происходит в журналистике. Не зря в конце 90-х годов появилось выражение, которое сами же те, кто это и делал, запустили. Это что журналисты, это сливные бачки. То есть это то, чего туда сливают, и они спускают и выдают, значит, на гора. Запустили все те же люди, которые используют журналистику и в политических, и финансовых, и других целях. Я не хочу сказать, что вся журналистика всегда чиста от политических влияний. Почему? У меня тоже были политические влияния. Я был приверженцем одно время Ельцина. Я очень был большим приверженцем Лужкова, и очень много делал для его правительства, и работал с ними, и старался поддержать идеологию того правительства. Ошибка эта? Наверное, в чем-то ошибка. Жалею я об этом? Нет, не жалею. Потому что я считаю, что для развития общества я должен был. Но если бы я только безоговорочно писал о какой гении Лужков, то я был бы, наверное, уже давно не Гусевым, не Гусевым. Но те критические материалы и статьи, которые мы писали по действиям правительства и отдельных его представителей, потому что делала власть в Москве, я вам хочу сказать, сейчас никто так не пишет. Ни одна газета не писала столько критического по Москве, сколько я, которым считался, являлся другом, являюсь хорошим другом Лужкова. А как вы считаете, почему артистов сейчас часто используют как орудие политических игр? К примеру, вот была Юрмала, фестиваль Лайма-Вайкуля. И, соответственно, туда приехали Военга, Лепс. Да все туда приехали. Ну, многие там были. Дело в том, что я не думаю, что это артисты используют эту ситуацию. Дело в том, что в связи с некими политическими событиями, связанные прежде всего с Украиной и Прибалтикой, которая очень жестко выступает в конфронтации по действиям России и многим другим вопросам, Россия отказалась от той же Юрмала, артистами. Артисты отказались, я думаю, что под давлением соответствующих политических инструкций. С другой стороны, есть артисты, которые не хотят исполнять эти политические инструкции. Вот все это вместе и породило вот эту нелепицу. Но артисты всегда были при ЦК партии. Ну, они же выезжали как раз. Нет, артисты, подождите, артисты, но были молодежные движения, течения в музыке, в театрах, в различных творческих художниках. Возьмите тоже Хрущевскую выставку абстракционистов и прочее. Всегда были те, кто шел вне-вне общего потока. Вот эти люди всегда и делали там на 5-10 шагов историю раньше, а журналисты, к сожалению, не всегда могли об этом писать. А мы писали. Вот та звуковая дорожка, почему она и стала символом и синонимом какой-то свободы, развития творчества, продвижения молодежных проектов, потому что мы не побоялись писать об этом тогда. Мы писали о всех молодежных группах, о всех течениях. Кого-то мы ругали. Не потому что ругали, потому что партия приказала или комсомол, а потому что они действительно были бездарные. Среди бездарных тоже было. И это не значит, что если течение новое, то это обязательно что-то ахти. Нет. Пукать можно в микрофон, но это не будет искусством. Ну, смотри, пукать. Тут тоже есть разные подходы. Да, но я очень зря, все равно это не искусство. А как вы относитесь к желтой прессе? Это обычное нормальное явление и это массовка, которая всегда существует во всех странах мира. И, например, я, когда в начале 90-х годов началась всяка отаваясь со средствами массовой информации и продвижением СМИ, я ввел определенные страницы, материалы, которые отдавали желтизной и были просто взяты из мировой практики. Ну, например, светская жизнь, которую мы ввели одни из первых на странице газеты. Вот эта светская жизнь, она, на мой взгляд, является свечайшим, причем с такими, с очень кабрезными подробностями все, и у нас на этом работало очень много людей, и под это дело мы выстраивали очень многие схемы. Много других материалов, связанных с вопросами той же семейной жизни звезд и вопросы, связанные с определенными сексуальными развлечениями и прочее. То есть, это огромная тематика, которую можно варьировать, плюс самотональность, плюс огромное количество фотографий, снимков, уже такого более живого характера. Хотя, очень многие эти вещи, они стоят на грани. На грани информационного, как бы, без этого невозможно продвижение ни одного газетного или любого другого средства массовой информации без информационного потока. Но это же часто выдумка бывает, то есть, это далеко неправда. Ну вот, вы и подошли к самому главному, потому что я хотел сказать, что вот в этой желтизне, если вы сейчас посмотрите, я не хочу назвать, но существует сейчас издание, где очень много выдумывается. А почему вы не хотите назвать? Боитесь поссориться? Странно. Гусю, 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 боитесь делать поссориться. Дело в том, что я не вмешиваюсь в бизнес и не хочу давать оценки никаким изданиям и как я к ним отношусь и что я с ними делал. Я в свое время сделал несколько ошибок по этому поводу. Я все-таки еще являюсь председателем Союза журналистов долгие годы. И как представитель Союза журналистов я могу сказать «Ага, гусю, как председатель, дает оценочной позиции». Я не хочу давать. Дело в том, что я как представитель Союза журналистов объединяю всех журналистов, и желтых, и коричневых, и белых, и красных, и прочее. Я в свое время сделал одну большую ошибку. В 1991 году такой раш политический был, у меня прямо все кипело внутри, я хотел быть демократом больше, чем все остальные демократы. Я предложил, меня, естественно, поддержали, исключить на одном из первых заседаний Союза журналистов обновленного, исключить из Союза журналистов главного редактора «Правды», главного руководителя «ТАСа», и, по-моему, российской газеты. Вот мы трех исключили из Союза журналистов, хотя каждый из них был талантливый человек, но он функционально принадлежал другой политической партии. И через несколько месяцев, когда я с некоторыми из них встречался, и потом встречался с другими людьми, умными, для меня очень важными людьми внутренними, я для них всегда, они были ориентиром для меня. И они мне сказали, что ты делаешь, Паша, ты демократ и хочешь быть демократом. Ты отстаиваешь свои позиции, но почему ты не хочешь, как демократ, дать людям другое, мыслить по-другому. Мыслить, они хотят быть коммунистами. Что, коммунистическое у нас движение запрещено? Нет. Но ты его не приемлишь. Я не приемлю сейчас. Хорошо, но они-то приемлют. Это их позиция. Но они не приемлют твою позицию. Но ты, как демократ, говоришь о том, что в парламенте должны быть различные партии и различные точки зрения. Что только в споре рождается. Ты сам себя губишь на корню. Были очень долгие беседы. Я понял, что я совершил большую ошибку. Потому что таким образом мы из журналистских рядов отталкиваем людей с другой идеологией. С другими мыслями. С другими суждениями. Понимаете, это то же самое, когда меня выталкивали из-за того, что я считал, что рок-музыку нужна в газете. А кто-то считал нет. А я их считал идиотами. Они считали меня... Из-за этого они хотели... Вот здесь я стою на позицию тех людей, которые когда-то запрещали что-то и как-то. Поэтому через несколько месяцев я восстановил. И добился, чтобы мы их восстановили. Я принес извинения. Я принес извинения перед этими главными редакторами. Я извинился. И после этого никогда не допускаю никаких оценочных суждений. Плохо или хорошо делают газеты у журналистов. Это журналисты. Они это выбрали. Я внутренне не приемлю. Но как председатель союза журналистов, они входят ко мне в союз. У нас 15 тысяч членов союза журналистов. Я не могу критиковать и говорить, я не приемлю вас, потому что у вас такая газета или такое издание. Это для меня исключается. А вот Алина упомянула термин «желтая пресса». Мы знаем прекрасно, что синонимом «желтой прессы» является бульварная пресса. У вас есть МК «Бульвар». Это прям осознанное позиционирование как «желтого листка»? Нет, это как раз был тот период, когда развивался спор, что МК «желтая» или прочее. И тогда я сказал, давайте мы сделаем... Вынесем всю вот эту часть. Мы вынесем вот эту часть со страниц газеты, сделаем МК «Бульвар» на зло всем назовем. Плюс он будет... Потом он уже получил название «Телеген». С кем спит, кто с кем не спит, кто куда поехал, кто чего там сочинил. Развлекайтесь по полной программе. И мы вынесли это вот в МК «Бульвар» и вот сделали такое название. Но он не только из-за того, что это бульварное здание, оно еще из-за того, что мы считали, что вот, ну, «Бульвар» — это место, где можно посидеть и что-то полистать. Знаете, наткнулась на такую интересную статью в московском комсомольце о международном кинофестивале в Карловых Варах. Там показывают фильм нашего русского режиссера, называется «В лучах солнца» о Северной Корее. У нас этот фильм не показывают, и, соответственно, в России у чиновников начались некоторые проблемы. Уместно ли было это и... А дети являются беззащитными. Но когда вот... Но так или иначе, любой человек, для него секс, эротика и это что-то личное и внутреннее. Иногда многие этого... Некоторые вытаскивают это на общественное лицезрение. Но фильмы и картины, живопись, книги на эту тему, я считаю, что они не просто должны быть, они должны существовать. Это обязательно должно быть, и никаких здесь запретов не должно быть. То же самое и по музыке. Но я еще раз подчеркиваю, категорически бы я противник, вот где есть детское насилие и оскорбление людей по национальному и религиозному фактору. Вот здесь я абсолютный... Я считаю, что вот это ни в коем мере не должно пропагандироваться. Все, что касается политических... Ну да, там про политический режим же фильм. А вы ведь, по-моему, курировали Северную Корею в ЦК ВЛКСМ, да? Да, я в ЦК ВЛКСМ, когда работал, я занимался Северной Кореей. Был там раза три, встречался с лидерами, Ким Рсеном тогда. Но это очень страшно. Психологически и морально. Ты понимаешь, что это другой мир, другая психология, другие совершенно... Другие, понимаете, принципы жизни. И ты прекрасно понимаешь, что у нас ведь это тоже все было. Может быть, к менее искаженному, извращенному варианте. Например, я до 56-го года, в 56-м году у меня уже все-таки было 7 лет, я даже не знал, что у меня дедушка был, который был в 37-м году расстрелян. Комиссар Чапаевской дивизии после Форума. Я этого не знал. Почему не знал? А потому что нельзя было в семье, даже упоминать в семье, что у тебя был дед репрессирован. Мой отец не мог поступить ни в один вуз, пока там с большим трудом не закончил институт. А он сын репрессирован. Его никуда не брали. И он об этом не мог нигде заявлять и говорить. Он старался, чтобы этого нигде никто не услышал, не узнал. Вот где безнравственность. Вот где страшная эпоха. И когда показывали фильмы на эту тему, я их всегда очень многие смотрел и читал очень много. И вообще для меня, например, Шаламов один из величайших внутренних писателей. У меня книжка эта лежит постоянно недалеко от моей, так скажем, кроватного места в библиотеке, у меня на даче, у меня несколько экземпляров. Я все время читаю Шаламов. Причем читаю вот так, открываю и где-то прочитываю что-то. И это меня возбуждает настолько, что мне хочется снова бежать на работу и работать. Бороться с той несправедливостью, которая была и может быть. И может сейчас стать. Потому что это страшно, когда чиновник начинает думать, что он и только он решает судьбу людей. Вы знаете, когда в Шаламову упомянули, когда в Фейсбуке анонсировал наш эфир сегодняшний, мне один наш бывший коллега, член Редколлегии бывшей Московской Мсомолицы, написал обязательно спроси у Павла Николаевича, он же драматург, вы же писали пьесы, не хочет продать Московской Мсомолицы, купить театр и ставить там пьесы. Такой вопрос. Я могу так сказать, что если бы я этого хотел, я мог бы это сделать, не продавая газеты в Московской Мсомолице, потому что я достаточно обеспеченный человек и могу себе это позволить сделать. Нет, я этого не хочу. Дело в том, что все-таки это не моя профессия. То есть вы разочаровались? Нет. Нет, я не разочаровался. Вы же уже не на этом поприще, ведь, насколько я понимаю... Ну, почему? Я не пишу сейчас пьесы, предположим, пьесы, но у меня есть заготовки. У меня есть как минимум четыре заготовки по пьесам. Что мешает эти заготовки доготовить? Окончитель или выпуск делать? Прежде всего время. Потому что пьеса – это нужно полный уход в мир своих героев и полностью абстралироваться от ситуации, где ты сейчас находишься. Второе – это, наверное, все-таки я не уверен, что то, что я задумал, может быть, кому-то понравится. Это тоже есть второе. Третье – как раз предложение, если у меня что-то есть поставить, такие и есть предложения. Поэтому нет, я не ушел от этого. Просто время немного изменилось. Сейчас приходится очень много заниматься бизнесом. Я даже не знаю, кто больше я сейчас – главный редактор или генеральный директор и владелец. Потому что для того, чтобы вы правильно говорите, что я не люблю этого слова «медиумагнат», но я близок к этому, потому что сегодня это газеты в 69 регионах страны, в 25 странах мира. Сегодня это 5 сайтов, которые занимают позиции передовые практически в своих секторах, в которых эти сайты работают. То есть мы работаем с очень огромным количеством медиапродуктов. И эти медиапродукты должны приносить деньги. Я же их не делаю просто для того, чтобы развлекаться, как некоторые олигархи могут себе позволить, купить какой-то, и вот, значит, там иногда давайте этого снять, главный редактор этого передвинуть, а даже не замечать, что они делают. Для них это игрушка определенная, которую кто-то им разрешил купить. Это говорит о том, что люди не перестают читать. И именно поэтому у нас на сегодняшний выпуск «Мемонот» был назван «Медианот». Это специальный выпуск «Медианот». У нас в гостях был Павел Гусев, культовый главред, бизнесмен, как он сам себя позиционирует. Но для меня, прежде всего, конечно, это создатель бренда «Московские комсомольцы». В эфире была Алина Шишкина, и я и Тенни Додали. Спасибо. Спасибо.